Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Некоторое время назад на просторах YouTube появилось видео про две формы зилги. И, соответственно, нам стали сыпаться вопросы, постоянно мне сбрасывают эту ссылку, а какая зилга у вас? Вот сегодня я поясню, какая зилга у нас, но немножечко расскажу про свое видение вот того ролика. Никого не хочу обидеть, я просто выражаю свое мнение и то, что я увидела там. Я даже, ну, во-первых, я сама посмотрела, потом еще показала мужу, говорю, вот скажи свое мнение. И мы сошлись в том, что, ну, на самом деле, как бы все очень двояко. Когда, например, получается, что одна зилга вроде как более сладкая, вторая более кислая, ну, все мы с вами знаем, что виноград растение место. И в зависимости от ухода, от агротехники, от почвы, от освещения, и от еще массы-массы других вещей, да, ягода может получиться разной. И сегодня буду приводить примеры вот из нашей практики. Когда-то на нашем участке росло две лоры. Они были посажены в одно время, было куплено два черенка, причем понятно, что эти черенки были с одного растения. И посажены чуть-чуть в разных местах. Наждачный участок всего лишь шесть соток. Это 20 на 30 метров. Это вообще очень маленький участок, микро. И разница вот между этими двумя кустами по прямой, ну, метров пять, может быть, шесть. Так вот, в то время как один куст, и уход вроде бы одинаковый, ручки-то те же, да, один куст уже давал, наверное, 30 или 40 килограмм, а второй только начал плодоносить. Ну и, соответственно, да, на одном такие баллонки висят, а на втором еще какие-то вот небольшие гроздочки. И это всего лишь в рамках одного участка. Надо ли мне говорить, что там, где большие были грозди, там уже хорошие были вызревшие ягоды, да, а на втором они еще были кисловатые. И это всего лишь в рамках одного участка. Приведу следующий пример. Вот этой осенью приходило несколько комментариев про наши прибалтийские сорта, варду, вапаланга. Мы в своих видео показываем их достаточно скромненькие, да, небольшие гроздочки, небольшие ягодки. А те люди, которые у нас брали, вот эти сорта, мне даже фотографии некоторые скидывали, там гроздь вардувы, ну, примерно приближается к Аркадии. И у человека даже было сомнение, а этот ли сорт, да, этот. Просто вот он попал в такие условия. А у нас он растет в не очень хороших для него условиях. Ну, кстати, ситуация могла бы быть наоборот. Мы бы могли где-то показывать классные, красивые гроздья, да, а у кого-то вот попав в не самые лучшие условия, да, где-то там боление не очень, подкормка не очень, ну, куча-куча всего, да, могли бы быть скромненькие ягодки и скромненькие грозточки. А это все один и тот же сорт. Ну, вот у одних он показывает одни результаты, у других другие. Соответственно, там же ситуация с зелкой. Так же, как там где-то мешочек больше ощущается, где-то меньше. В разной степени зрелости ягоды мешочек будет ощущаться по-разному. Ну, это действительно так. Следующий момент, про который там говорилось, якобы разная форма листьев. Ну, не знаю, лично мы не увидели какой-то глобальной разницы. Опять же, тот же лист, конечно, если он, допустим, полностью круглый, да, или очень резной, ну, это легко отличить. С другой стороны, у листьев тоже может быть изменчивость. Не буду даже ссылку вставлять, но мои постоянные зрители знают, я несколько раз рассказывала про такой неопределенный сорт, который мы окрестили неатуран. Так вот там на одном растении два кардинально разных типа листьев. Один практически кругленький, а второй прям с такой сильной-сильной выемкой, вот прям сердечко там. И это все на одном кусте. И если бы, может быть, в том ролике было бы вот два листика, сняли один с одного куста, а другой с другой, вот рядом их приложили, да, мы бы могли увидеть какие-то отличия. Ну, когда просто издалека на кусте, лично я, ну, даже мы с мужем не увидели какой-то глобальной разницы. Опять же, расскажу пример. Растет у нас на участке Юпитер. Я, когда видела Юпитер на другом участке, даже сразу спросила у того человека, у которого я это смотрела, говорю, а что это за лопухи такие, там просто вообще гигантские вот такие вот листья. Говорит, это Юпитер. А у нас в первые годы Юпитер был с такими маленькими, скромненькими листиками. Я еще даже сомневалась. Может, это не он? Нет, это он. Просто вот ему надо было набрать силу и вырастить вот эти лопухи. Ну, в итоге они выросли. Даже сейчас у нас на участке две изелки. Вот эту большую, старую мы уберем. Она пересажена на новое место. И там пока что она показывает очень скромненькие результаты. Там тоже небольшой листик. И форма гроздочки несколько отличается. То есть, вот, даже в рамках одного небольшого участка могут быть отличия. Если участки разные, разный уход, разные руки, то там вообще все может быть по-разному. В том числе, да, уровень сахара, кислоты и всего остального. И смотрите, я вам сейчас показываю описание этой самой изелки на сайте ВВС. Это международный каталог сортов винограда. Сейчас мы откроем фотографии. Вот, показываю сверху ВВС. И сейчас снизу будут фотографии. Сначала коронка. Мы ее даже крупно открывать не будем. В принципе, наши коронки полностью соответствуют. А вот листик я сейчас открою побольше. Обратите внимание, снят вообще неудачно. И это международный каталог. Даже ощущение, что вот эти листья как бы немножко разные. И этот, ну, вообще неудачный. Смотрите, если вы не обращаете глубоко внимания на вот этот лист, да, то он такой, ну, не шибко вырезан. А этот сильно вырезан. Видим, какая здесь выемка. Вот вам, пожалуйста. И это данные международного каталога. О какой форме листьев, ну, мы можем говорить. Если они, ну, вот так вот условно отличаются, да, вот где-то вот такой лист, вот где-то такой, говорит, что они разные. Ну, вот вам, пожалуйста, в международном каталоге вот что размещено. Ну, вот такая вот гроздочка. Ну, в принципе, это сигналка, да. То есть она может быть гораздо крупнее и немножко другой формы. Опять же, там автор ссылается на видео Светланы Красохиной, где она показывает свою зилгу. И там прям такие совсем вот грозди цилиндрические. Вот я даже открою эту фотографию. Не буду видео открывать. Кстати, даже по листу здесь видно, что, в принципе, ну, вот есть, если будем приближать, вот лист практически круглый, да, а есть с большим вырезом. Смотрите, вот здесь вот вообще. Вот. Видите, какой? Ну, опять же, да, о какой форме листа мы можем говорить. Здесь гроздь такие, вот они цилиндрические, при том, что на этом же сайте в описании указано, что гроздь зачастую с крылом. И, например, у нашей зилги практически всегда гроздь с крылом. И по форме, несмотря на то, что вот там на ВВС я вам показала сигналку, но наши гроздь гораздо ближе по форме вот к этой фотографии. То есть признаки, по которым делается вывод, что это две разных зилги, ну, на самом деле достаточно косвенны. Возможно, просто автор, ну, как бы, не донес в полной мере. Ну, вот такой вот взгляд со стороны, ну, реально все очень такое спорное. Следующий момент, который там фигурировал, что вот у той зилги, которая похуже, у нее в вине запах жженой, там была фраза грелки. Ну, мы понимаем, что, наверное, грелки никто не жжет. Грелка из резины, да, то есть запах жженой резины. Ну, это логично, да? По крайней мере, я так предположу. А теперь давайте с вами посмотрим, что такое запах жженой резины в вине. Итак, вбиваем в поисковик запах жженой резины в вине, и что мы находим. Источник запаха соединения серы. Конечно, здесь на первом месте мы находим, что запах характерен для многих молодых красных вин, особенно из винограда Шерас. Но на самом деле, ну, к сорта винограда это имеет малое отношение. Если мы вот посмотрим дальше, дело в том, что, ну, вот эти источники, они не на 100% достоверны, то есть там определенная доля копирайтинга присутствует. Но, тем не менее, опять же, дефекты вина, жженая резина, запах серы, зажженной спички и жженой резины. Так вот, это редукция. И это дефект вина, который к сорту винограда имеет, ну, очень малое отношение. Можно еще дальше полистать, почитать, то есть здесь описаний много. Да, все это можно посмотреть. То есть зилга тут абсолютно ни при чем. Это дефект вина. Более того, вот эту первую ссылочку, про которую я, ну, вам более подробно показывала, почему-то там написано, что это больше дефект красных вин. На самом деле, редукция часто возникает, когда дрожжам не хватает питания. И это явление наиболее характерно для белых вин. Но, тем не менее, в красных тоже встречается. И, кстати, часто вот эта вещь встречается у тех, кто использует культурные дрожжи. Почему? Потому что культурные дрожжи некоторые штаммы нуждаются в повышенном источнике питания. И, в принципе, продавцы многие об этом знают. И в комплект к дрожжам дают и подкормку. Вот такая вот история. к которой зилга не имеет вообще никакого отношения. То есть, это вот то, что увидели мы. А теперь поговорим о том, какая зилга у нас. Опять же, спрашивают, откуда она у вас появилась. Ну, наша зилга появилась у нас 12 лет назад. Вы думаете, мы вот прям помним и записываем, из какого конкретного источника мы ее взяли. Мы ее взяли на территории нашей страны. Ну, возможно, мы купили ее на выставке. Возможно, мы купили ее в институте в Самохваловичах. То есть, тут не всегда помнишь, что было позавчера, а вспоминать, что было 12 лет назад, как-то странно. Тем не менее, опять же, какая зилга у нас. Уже зилге посвящено, наверное, самое большое количество видео. И есть конкретное описание. Более того, есть видео по годам. То есть, вот сколько мы ведем канал, столько лет, я показываю эту самую зилгу. Я рассказываю, в какие сроки она созревает. Все-все показываю. И все это можно посмотреть. Вот наша зилга такая. Мы ее вот столько лет выращиваем и продолжаем выращивать. Мы, наверное, лет 8. Я тут тоже сейчас четко не посчитаю. Делаем из нее вино. Опять же, никакого запаха женной резины за все это время мы никогда не услышали. Один раз была гуашь. Да, опять же, это дефект. Это моя ошибка, как винодела. Ну и гуашь может опять же появиться. В абсолютно любом вине и сорт винограда здесь никакого отношения не имеет. Насколько наша зилга хороша, но опять же, каждому делать свои выводы. Повторю, что видеороликов много. Ссылки я оставлю. Все это можно посмотреть. Здесь вот небольшой фрагментик тоже я вставляю, как выглядит наша зилга. Ну и да, вино мы с ними делаем раз. Покушать я ее тоже иногда люблю. Даже муж периодически надо мной смеется, когда вот сезон виноделия, мы убираем ягодки с грибней, периодически я этими ягодками заправляюсь. А он надо мной шутит и говорит, с таким успехом мы останемся без вина. Поэтому, ну, вот так. А дальше уже выводы делайте сами. Вам такая зилга подходит или не подходит? Ну и, конечно, хочу еще раз напомнить, что виноград растение место. И то, какую ягоду вы получите, очень сильно зависит от того, в каком месте сидит куст, как вы его подкармливаете, как вы за ним ухаживаете. И разные результаты у разных людей, на разных участках, как раз-таки могут быть именно по этой причине, а не по какой другой. Конечно, я не исключаю, что, возможно, там действительно две какие-то формы. При этом это действительно могут быть и две зилги, потому что клоновую изменчивость никто не отменил. Что такое клоновая изменчивость? То есть любые живые микроорганизмы, в них так или иначе появляются какие-то мутации и появляются какие-то новые признаки. Немножко отличные от других. Например, клоновая изменчивость очень подвержен пенануар. И я вам рассказывала, что у меня растет клон урожайный, клон ранее. На самом деле их еще есть множественное количество. То есть кто-то дает больше урожая, кто-то меньше, кто-то чуть более к чему-то устойчив, кто-то чуть менее. Точно так же могло произойти и здесь. Изначально это могло быть одно и то же, но под воздействием определенных условий какое-то из растений стало отклоняться от определенных параметров. Стало видоизменяться. Ну и в дальнейшем оно тоже размножалось. Поэтому да, действительно, две какие-то формы могут быть. На самом деле их может быть не две, не пять и шесть. Если бы кто-то ходил и детально изучал формы листиков, еще какие-то вещи, то, наверное, можно было бы найти еще какие-то отличительные признаки. Вопрос, надо ли. Ну какая у нас зилга? Может быть не та и не другая, может быть вообще третья. Описание нашей зилги мы детально предоставляем. Каждый год мы ее показываем. Ну и дальше уже вы смотрите и делаете выводы. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, ссылка на видео про зилги, наши контакты и каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!